Привет, друзья! С вами снова Орех и новый выпуск подкаста на просторах GameLand.ru. Сегодня в программе... Где вербуют шпионов? Вторая жизнь в Эдженси. Огненный клинок против колючки. Soul Calibur 4. Джон Кармак снова крутой с H5. Дьявол носит Прадо. Project Fashion. Старый новый принц. Prince of Persia Classic. Купание в грязи. Колин Макрей Дёрт. Помашите, люди добрые. Sims. Истории о питомцах. Убойная парочка. Кейнэн Линч Дэдмэн. В обстановке полной секретности Sony Online Entertainment при поддержке студии в Сиэтле анонсировала новый ММО-проект Agency. Эксклюзивная разработка для PC и PlayStation 3 предлагает вам присоединиться к одной из сверхсекретных организаций в качестве брутального наемника или утонченной воительницы плаща и кинжала. Миссии разбросаны по разным уголкам земли и включают устранение финансовых воротил, подлог улик, сбор специальной информации и спасение заложников. Внешность и одежда персонажа диктуют стиль выполнения задания от тихого проникновения до кровавых разборок с крупнокалиберными пулеметами в стиле экшенов Джона Ву. Прибавьте сюда жесткую конкуренцию с игроками, которые сражаются на стороне других агентств, и вы получите шикарную игру с кучей возможностей и безграничным потенциалом для дальнейшего развития. Выход The Agency назначен на начало следующего года. Эх, давно что-то не было у нас в настоящих файтингах. Я уже соскучился. Один из лучших представителей боевой школы прошлого поколения, серия Soul Calibur, наконец-то доберется до PlayStation 3 и Xbox 360. Мастера бесконечной фантазии и знамка Бандай обещают триумфальное возвращение Айви, Митсуруги и Найтмея. Десятки свежих героев, полностью разрушаемое окружение и даже некое подобие осмысленного сюжета. В то время как технология Unreal 3 во главе с Gears of War победно шагала по миру, покоряя все новых издателей, проигравший схватку за звание лучшего трехмерного движка Джон Кармак и компания ID Software глубоко в горном бункере готовила оружие возмездия. Небольшой фрагмент этого джиггернаута мы смогли наблюдать на конференции Apple, что состоялось на прошлой неделе. Новинка под кодовым именем Tech 5 использует 20 гигабайт текстурный небольшой мирок, поддержку визуального редактора, а также полностью разрушаемое окружение. Игра на основе Tech 5 выйдет для Mac, PC, PlayStation 3 и Xbox 360 уже в следующем году. Если поздно ночью ваши друзья весело проводят время на улицах и в подъездах больших городов, а вам хочется шить и кроить, не стоит огорчаться. Empire Interactive уже готовит для юных кутерье и стилистов милый подарок Project Fashion. Новинка позволит вам не только смоделировать и сшить невероятную одежду, но и выбрать модель, нанести ей подходящий макияж и отправить на подиум в фирменном наряде от самого себя. Но это еще не все. Среди самых искусственных дизайнеров будет проведен конкурс, победитель которого отправится во Францию. Так что прочь боязнь и стеснения, тренируйтесь на кошках или родителях уже сейчас. Завтра может быть поздно. Классическая версия Принца Персии прошла все круги упорной реставрации и превратилась из доисторического карлика в шикарного красавца, сохранившего весь шарм древнего оригинала. Уровни, ловушки, оружие, секреты и даже главный злодей остались на своих местах. При этом, благодаря стараниям художников Ubisoft, Принц оф Персия Классик выглядит абсолютно новой игрой, в которую просто невозможно не влюбиться. Жаль, что проект доступен только для обладателей Xbox 360 и ее сетевого сервиса Xbox Live Arcade. А теперь новость для тех, кого рев мотора, свист тормозов и скрежет коробки передач не оставит равнодушным. И снова Ходмастер заводит свои двигатели и запускает в бой новую часть своей уже легендарной раллийной серии. Колин Макрей Дёрд предлагает не только море скорости, но и огромную кучу щебня, грязи и пыли, летящей под колеса. Главный упор будет сделан не только на традиционные раллирейды на скорость, но и на гонки по непролазной местности и бездорожью. Для этих целей нам будут доступны грузовики, сверхвыносливые баги и, конечно, новейшие экземпляры современного автопрома. Всего около 45 автомобилей. Особо приятно, что разработчики и о классике решили не забывать. В игре будут доступны раритетные машины, которые, наконец, смогут покинуть свои гаражи и перехнуть коренной. Разработчики обещают, что в игре будет с ног сшибательная и реалистичная графика, и продуманное до мелочей управление. Игра выйдет в конце сентября 2007 года. Особое внимание просим уделить красивым полетам автомобилей и не менее красивым и фееричным авариям. Серия Sims продолжает упрощаться, предлагая игрокам вместо открытого мира с массой возможностей кучу рамочных сценариев. Новой игрой в стиле интерактивного рассказа стала Sims. Истории о питомцах. В одной из звериных историй вам отводится роль Алисы, хозяйки молодого долматинца, которая из-за финансовых трудностей может потерять крышу над головой. Чтобы исправить ситуацию, девушка должна подготовить своего верного пса для участия в док-шоу. Собранных за 12 этапов денег должно хватить на выкуп дома и сахарную косточку домашнему любимцу. В другой истории успешный менеджер среднего звена пытается обуздать не в меру шаловливого котенка. Сопли, китикет и неспешность повествования. Первый шаг на пути к настоящему эмо, где даже гамбургер выдавит из вас ведро соленых слезинок. Создатели Hitman решили не сидеть на успехе Codename 47, предпочитая проверенным гнездом новые горизонты. Встречайте, потенциальный шедевр и главное пугало борцов с жестокими играми. Cain and Lynch Deadman. Игра рассказывает о шизофренике Линче, который в приступе ярости жестоко убил свою жену. Но даже у таких психов бывают верные друзья. Таким оказался Кейн, вполне нормальный человек, если не считать трагическую смерть его сына, который застрелил себя из пистолета отца. Сладкая парочка оказывается на пути в газовую камеру, когда группа киллеров мафии берет под свой контроль тюремный автомобиль. Криминальные авторитеты хотят, чтобы Кейн вернул похищенные им несколько лет назад ценности во время инцидента в Венесуэле в обмен на личную безопасность и здоровье семьи. Тут-то и начинается невероятный экшен с разрушаемыми объектами, массовой резней и крупнокалиберным оружием, которое в руках главных антигероев превращает виртуальный мир в большую мясную труху. Прибавьте сюда преследующих главных героев, агентов ФБР, полицию и конкурирующие группировки, а также невменяемого Линча, который периодически страдает от приступов шизофрении, убивая всех вокруг. Настоящий шедевр. На этом у меня все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok